Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сейчас я нахожусь в Токио, и это видео я посвящаю тому, чтобы показать вам, как я живу один день из моей жизни в Японии. Я надеюсь, вы поняли, что я сказала, потому что дальше будет больше логики. Дело в том, что сейчас я нахожусь в Японии, я приехала сюда на две недели с тельняшкой, и мы очень классно проводим время. А я хочу показать вам, чем мы вообще себя занимаем, что мы покупаем, что мы едим, где мы бываем и т.п. и т.д. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Хотя нет, подождите, меня же, во-первых, Лиса зовут, а во-вторых, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я еще целую неделю после выхода этого видео буду в Японии, и вы сможете таким образом увидеть гораздо больше, чем вы увидите в этом видео. А теперь перемещаемся в Киото. Сейчас идем на завтрак и покажу вам наш традиционный завтрак. Тут, как видите, все очень-очень любопытно. Главное, чтобы мератор не вернулся с камеры, потому что ступеньки-то размером с мою руку. Телька хочет есть, но она стесняется, потому что идет к съемке, поэтому давайте вместе все скажем тельке, чтобы она ела и никому не делала мозги. Не ешь! В общем, смотрите, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть супчик, который прямо сейчас готовится на вот такой вот маленькой жаровне. Хот-под называется. Офигительно! У меня, кстати, без грибов. У нее, например, с грибами. Смотрите, как выглядит ее блюдо. У-у-у, опасность! Потом здесь у нас палочки, которыми я буду есть еду. Потому что в Японии едят палочками. Если вы вдруг не знали, я вам сообщу эту информацию. Здесь у нас очень-очень-очень много всяких разных маленьких закусочек, которыми ты настолько сильно наедаешься, что ты потом вообще целый день не хочешь есть. Даже не знаешь, с чего бы начать. Я бы попросила у вас проголосовать, но по московскому времени сейчас вообще сколько? Два часа ночи, да? Три часа ночи? Три. Московское время три часа ночи, поэтому спите спокойно, мои инстаграм-подписчики. Кстати, с тысячи мой инстаграм-подписчик. Подпишись. Мне и ты таки масс, и ей тоже, и ты таки масс, и вам всем, и ты таки масс. Этот завтрак просто нереально сытный. Я не могу описать, насколько он стыдный. Стыдный. Нет, стыдно было, когда вчера у Дениса с кимоно упало. И он тут начал смезжать местных японских женщин. Даже ему сказали, ну встретись, ну встретись. Только сейчас покажем, как уважительно есть. Так выглядит наша комната в традиционном стиле. Особенно меня дико доставляет вот эта вот зона, то, что она реально один в один, как в Гентаме. И когда я видела этот отель и увидела эти интерьеры, так я поняла, боже мой, все, это просто жизнь. Это просто жизнь. А вот так вот выглядит сама напольная кровать, которая называется так же футон. Ну как кровать, это скорее просто матрас, который раскладывается. Ты на нем лежишь, и тебе хорошо. Внезапно, кстати говоря, эта штука оказалась безумно удобной. Очень удобно, и подушки тут максимально какие-то нереальные. Даже сейчас я бегла, чтобы продемонстрировать. А еще наверху здесь все в дереве, все в дереве. Шикарно. Мне даже немного грустно, что я сейчас отсюда уезжаю. Но ничего, дальше будет Токио, и как вот с той песней, которая мне очень нравится, I left my heart in Tokyo. Прежде чем мы пойдем гулять, я хочу показать вам небольшой номер, прежде чем я начну собираться, и все такое прочее. Собственно, смотрите, что здесь есть. Здесь есть кровать, на которой я сплю. И есть замечательный вид, на который я смотрю, когда я лежу на кровати. Собственно, комнатка здесь очень, как видите, небольшая, но от этого она становится не менее уютной. Пойдемте, покажу вам, в общем-то, ванну, потому что все самое интересное происходит именно здесь. Собственно, туалет с огромным количеством функций, ну, и сжепомойки. Я бы нажала, но если я сейчас нажму, выдвинется вот эта вот штука, и все, наверное, тут заполоскает. Он сам смылся, отвечаю, я ничего не делала, я ничего не делала. Если что, я в шортах, а то сейчас начнется. В общем, такой вот туалет. Классно генерируем контент. Теперь, наверное, одна из самых интересных частей. Начинаем нажимать на эту кнопочку, но сначала посмотрите сюда. Я нажимаю кнопочку. Бам-бам! Смотрите, какая магия. Можно принимать душ и смотреть на Токио. Ночью это выглядит особенно прикольно. Ой, что это? Что это? Ужас какой. В общем, как-то так. И ванна, она кажется маленькой, но на самом деле она достаточно вместительная. Ну что ж, теперь я считаю, что пора приступить к умыванию. Приступаем. Нужно умыться, поэтому беру свое гидрофильное масло, наношу на лицо. Немного тру и смываю. Следующий этап очищения это ментилярная вода. Наношу на водный диск и смываю остатки макияжа после гидрофильного масла. И после просто умываюсь с пенкой. Многступенчатость, так сказать. Нужно выбрать маску тканевую хочу сделать, какую я буду делать, эту, эту, эту или эту. Честно говоря, не знаю, но мне кажется, вот это вот самое симпатичное чисто по дизайну, поэтому выберу я ее. Так, выбрала вот эту. Сейчас посмотрим, что эта маска из себя представляет. Ну пока ничего необычного. Обычно белая маска тканевая. Но я их прям очень люблю, особенно люблю брать с собой по поездке, потому что это удобно. Сейчас нанесу себе эту масочку, и пока она будет на мне, я буду делать себе кофе. И это вопрос вы должны видеть, потому что то, какое здесь кофе, это no, no слов. Впрочем, как, наверное, и от моего лица сейчас, потому что я выгляжу очаровательно. Насколько я выгляжу очаровательно? На 10-10. Нифига себе! Антонка, теперь напишите вы, насколько я выгляжу очаровательно с этой маской. 10 это значит, ходи всегда только в маске. 0 это значит, что не ходи в маске всегда. Просто смотрите, сейчас покажу вам кофюка. Кофюка, человек как бы кофе-паук. Открываем осторожно, достаем. И видим неведомую вот такую вот фигню. Когда я увидела это первый раз, я такая, нани, что происходит, что с этим делать? Научу вас. Берете кружку, ставите. Желательно не на свой телефон. Дальше ставим туда кофеек и фиксируем. И у нас получается кофеук. Кофейный человечек. Опа! Опа! Что это за гуманоид? Что это за кофейный монстр? Ну, теперь надо залить это все водичкой. И смотрите, получается настоящий фильтр кофе. Просто. И никаких кофейных автоматов не надо. Это же просто, черт возьми, гениально. Вот так вот, пока у тебя маска-то маска выjется, ты себе делаешь кофе. А потом делаешь себе укладку и прическу. А друзья тебя все это время ждут. Это такой, ой, у меня еще 5 минут, а в итоге прошло 55. Это такой, ааа, кофе пошел завариваться. В кофе у меня есть еще вот такие вот сладости всякие разные. Давайте я вам покажу. И сейчас чего-нибудь продегустируем. Здесь у меня непонятно, какие конфетки. Непонятно, какие конфетки номер 2. Непонятно, какие конфетки номер 3. Непонятно, какие конфетки номер 4. Непонятно, какие конфетки номер 5. Кавай! Да. И киткаты со вкусом маччи. Это маччи обыкновенная, а это мачча латте. Вот. И из этого всего я выбираю... Что для выбрать? Девочку кавайную вот эту. Вот эту девочку. Я выбираю эту девчулю. Ну-ка. Что это вообще такое, интересно? Наверное, это будут желешки. Это выглядит просто нереально. Ох, понюхай, как это пахнет. Просто понюхай. Они еще в упаковке, они еще даже не раскрытые. Ммм, сладенько. Химознаград, обожаю химознаград. Оцените, какая красота. Господи, как это прекрасно. Ох, я думаю, это будет очень вкусно. Или очень вкусно, или супер гадко. Тут только два варианта. Блин, это так на самом деле странно. Вроде красивая девочка, вроде тебе нравится, а вроде ты ее ешь. Отстой. Ну, такое, да. Если честно, я ожидала большего. Больше это похоже как-то на какую-то жевательную резинку, которая сжевывается. Какая-то такая странная консистенция, еще и липкая. Но я все равно это съем. Потому что, знаете ли, я ее не разбрасываю. Здесь у меня есть еда, я ее съем. Вы это видели? Она просто выглянулась у меня изо рта и приклеилась к пальцу. Так, снимая маску, заодно посмотрим, что она из себя представляет. По-моему, что-то как-то я эффекта не замечаю. Посмотрим, дайте поближе. Ну, кожа не могу сказать, что какая-то особо напитанная. Да и не выглядит она как-то суперсвежая, отдохнувшая, я не знаю. Ну, короче, такая маска. Просто прикольная, просто приятно пахнет. Но, наверное, не более того. Я уже успела накупить очень много косметики. Я не буду, конечно, вам сейчас все это показывать. Просто потому что этого реально супер дофига. Но единственное, что я прям очень хочу попробовать, это вот этот вот кущон. Просто смотрите, как он выглядит. Тут как будто созвездие какое-то, зацените. И вроде как у меня на него достаточно большие надежды. Надеюсь, он направдает себя. Поэтому давайте его заодно протестируем, попробуем. Когда я за границей, это не кущон. Это пудра. Ну, ладно. От этого не хуже, мы тоже протестируем. В общем, смотрите, тут вот так вот все это выглядит. Мило, няшно, квешно. Оставим пока в стороночке. Протестируем попозже. А пока тогда, получается, я делаю мой самый стандартный макияж. Нанесу тональный крем. Взяла с собой тот, который у меня скоро закончится. Чтобы его тут и зарасходовать. После тона добавлю немного оранжевых теней на верхнее веко. Прям самую-самую малость. Не люблю долго краситься, когда я нахожусь в поездках. Потому что зачем долго краситься, если можно это время посвятить гулянию. Не так ли? Поэтому не очень-не очень много крашу. Сейчас, например, я только накрасила верхнее веко оранжевыми тенями. И теперь я возьму тушь и накрашу ей ресницы. И, собственно, можно сказать, что на этом макияж будет закончен. Потому что остальное будет эта пудра. Кстати, новая. Кстати, протестируем. Реснички. Теперь я расчешу реснички вот такой вот расческой. Просто посмотрите на нее. Я ее тоже здесь купила буквально несколько дней назад. И мне кажется, это одна из моих самых топовых покупок. Потому что просто зацените. Ты берешь расческу и вот так вот проводишь. И бам! У тебя никаких комочков. Ничего нет. И еще, как мне показалось, она даже удлиняет ресницы. С нижними тоже работает. Что ж, время за той самой пудрой. Конечно, очень большой минус в том, что здесь нет зеркала. Это прям максимальный пипец. Чтобы в пудре не было зеркала, такого я еще не видела. Но, надеюсь, она будет хорошая. Ну, не могу ничего, если честно сказать, про пудру. Она просто норм-норм и все. Норм-норм и все. Помада. Каплю тинта. Конечно же, румяшечки. Тоже совсем немного. Чтобы просто не быть такой уж однотонной. И все. Мой макияж закончен. Теперь можно спокойно взять, попить кофеек. Который уже к этому моменту точно заварился. Кстати, у меня на макияж где-то минут пять ушло. Только это надо отодвинуть. Подождите. Я сейчас вернусь. И все. На этом я готова. Надеваю юбку и мы пойдем. Сегодня мы решили прийти на Акихабору. Это главная улица для всех анимешников. Выродилась я соответствующая. И сейчас я буду находиться в моем персональном аду. То бишь раю. По одной простой причине. Потому что здесь я буду хотеть купить все. Как вы видите, все здания выглядят как аниме. Потому что это район для анимешников. Везде всякая анимешная приблуда. Которая мне, конечно же, очень нужна. Просто потому что я ее хочу. Просто обратите внимание на сами здания. Это же как-то... Как вообще так можно жить? Я не знаю. Просто настроение стоит на фоне Мадоги. И я с ними. Я не с вами. Я 2D. Мы сейчас приехали в большой торговый центр в Токио. А пока небольшой шоппинг. Потому что нужно же еще снимать раскопку, да? Да? Да. Тельняшка. Какую палетку мне выбрать? Ну я бы вот эту взяла. А что ты возьмешь, я не знаю. Что я возьму, узнаете в анбоксинге. Манго. О, капец. Просто. Офигительно. Смотрите, даже с токийским гулем есть всякие штуки. Это что? Это картины с Канеки. Офигительно. Могу рэпером быть. Чувак, это рэпчик. Ты не знала, что это я? Это тиль. Нет, смотри. Вот это тиль, а вот это я. Видишь, потому что тишки. Не обижай мой мерч. Тильку дай, скажи. Я что, зря в Японии мерчевые пустила? В Японии везде есть вот такие вот автоматы с всякими приблудами. Давайте что-нибудь отсюда сейчас достанем. Какую мне выбрать? Я вот думаю, вот эту или вот эту? Я думаю, что выберем, наверное, вот эту. Она какой интереснее будет. Ладно, погнали. Всего 300 монет. Сейчас 100 монеток. 200 монеток. 300 монеток. Вертим. Блин, у меня был какой-то розовый хрен. Желтый хрен. Кто это вообще? Мне вот эта штука выпала. Ну что это такое? Ну что за желтая штука с кошкой? Так и живем. Эй, это мой Иви. Я где-то? Я даже на него посмотрела. Серьезно? Серьезный сервис Пикачу? О, это круто. А это что такое? Это кольцо? Хреное кольцо. А это сервис Пикой? Пикачу, который спит. Пикачу, который сидит. Пикачу учитель. Пикачу, я не знаю, кто баскетболист. Пикачу коротый. Просто Бэм. Посмотрите на это упор. То есть они такие милые, как будто котики. Смотрите, какой. Иви. Какой он мягкий сегодня. Он такой мягкий. Это же сова. Боже мой. Какой сова. Посмотри, какие у него пешеные глазища. Такой очень крутой. О, какая агрессивная злая сова. Ты можешь сейчас со спины погладить. Сняла с тильки вот такое вот кольцо. И теперь оно мое. А еще мы пришли в ресторан, и я буду пить чай. Тут всегда бесплатно приносят чай или водичку. Сегодня нам принесли чай, и мы сейчас будем кушать, потому что мы уже находились нормально. Нашопились нормально, и я наконец-то нашла мою маленькую Люси. Теперь я буду ходить вместе с Люси. Пришел вот такой вот котелок с сашими и закусочки. И много-много риса. Даже не знаю, с чего начать. Пожалуй, начну с сашими, потому что уж больно, они аппетитно выглядят. Попробую. Так, так, так. Слова есть? Слов нет. Смотрите, просто какие-какие крутейшие вот эти штуки. Сейчас я возьму своей подружке, какой-нибудь из них. Она любит Sailor Moon, соответственно, Sailor Moon я ей и возьму. Мне очень прям нравится, как выглядит. Зацените. Милашка маленькая. Ой, черт. Я, как обычно, все роняю на своем пути. Положу ее сюда. И еще, я думаю, возьму, возьму, возьму. Я не знаю. Так-так, нравится вот это, вот это. Мне так нравится. Они такие милые все. Так и хочется взять все просто. Все на своем пути. Хочешь монетку. Он своровал мою монетку. Что это такое? Очень странная, да, штука? Нет, ты должна попробовать. Никто не понимает, что это такое. Хотя, как-то это просто карамельный пропучино. Оно сначала вкусно, потом невкусно, потом снова вкусно, потом снова невкусно, потом снова вкусно. Что это такое? Мы пришли с Акхиборы, и я хочу вам показать то, что я накупила. Во-первых, смотрите, я купила два вот таких вот брелка. Один я взяла для себя, второй я взяла для моей подруги. У нас будет Чебиуса и Сейлор Мун. Я взяла и Сейлор Мун, потому что это самая любимая ее Сейлор. Кстати, кто ваша самая любимая была, напишите об этом в комментах. А себе я взяла Чебиусу, потому что, ну, у меня есть такой небольшой дурацкий фетиш на брелке на сумках. И розового брелка у меня еще не было. Поэтому я решила, что у нас будет с ней Тим Любовь, мамка и не мамка. Что? Да. Потом я купила еще себе, ну, на самом деле, не себе, а Аляхарху. Вот такую вот футболку с монокумой. Вот такая вот, мне кажется, она просто офигенная. Кстати, у нее очень неплохое качество, прям 100% хлопок, очень приятненькая. Мне, наверное, надо ее надеть. Такая вот фигурка-брелок с Люси. Вы не представляете себе, это просто целая история была, потому что я очень хотела себе именно этот брелок именно с этим персонажем. Но Fairy Tail почему-то в этот раз в Токио вообще не востребованный, его просто нигде не было. Еле нашли этот брелок. Он, между прочим, стоит аж 3000 йен. Это где-то 1600 рублей. Вы представляете, вот такой маленький брелок 1600 рублей. Вот она, эта малышка. Просто смотрите, какая она милая. Кстати, очень качественно все сделано, все детали ее вообще видны. Прямо она няшечка. Вот. Я ее себе на какую-нибудь сумку нацеплю, и будет она у меня болтаться. Обожаю! И теперь, наверное, одна из самых интересных и волнительных частей. Это вот такие вот две коробочки с рандомной хренью от покемонов. Я просто мастер объяснений. Короче говоря, давайте достанем. Как вы думаете, кто из покемонов мне достанется? И кого из покемонов, если вообще их знаете, хотели бы вы себе? Вот кто у нас тут есть. Так, значит, я голосую за Пикачу. Ага. И за Чермандера. Окей, если будет Чермандера или Пикачу, я дам это тебе. Так, 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 так. Как ты думаешь, кто у меня в руке? Чермандер. Это реально Чермандер? Тебе выпал Чермандер. Как ты это угадал? Это реально Чермандер. Просто офигеть. Так, подожди, а здесь кто выпадет? Не могу открыть. О, сломала все, но открыла. Кто ты думаешь там? Ну, точно не Пикачу. Кто ты думаешь там? Иви. Иви. Ты опять угадал. Короче говоря, выпал мне Чермандера, выпал Иви. И если честно, то мне это очень нравится, потому что себе я хотела Иви, а Алихара хотела себе Чермандера. Поэтому зашибись. Вот так вот выглядит эта футболочка. Я в шортах, если что. Это вообще твоя футболка, но она теперь будет моя. Просто я хотела купить себе эту футболку с Ивана Мишкой, но она была только в мужском разделе, поэтому мы как бы формально купили ее тебе, но носить ее буду я. Сейчас я иду в магазин, потому что мы взяли такую традицию, но вечером мы обязательно ходим в магазин, покупаем себе доши, покупаем себе Анигири, идем в номер и кушаем. Заодно покажу вам, что мы будем покупать и что я возьму. А еще тут какой-то светляк орет. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Теперь мы выбираем себе еду, которую будем кушать. Здесь есть разные варианты всевозможных блюд, которые мы хотим взять с собой сегодня домой. Сейчас мы будем выбирать себе разные комплекты с сушами. Смотрите, как они выглядят. Очень же огромные и крутые. В общем, мы накупили сегодня кучу еды, и сейчас мы идем домой, чтобы все это есть. На этом наш ужин будет завершен. Красиво, элегантно, я считаю. Пойдемте домой. Мы пришли в номер, сейчас будем кушать. Буду доставать еду. Вот такие вот мы купили пирожки. Просто смотрите, вкусняшка. Выглядит, я надеюсь, это так же вкусно, как это есть на самом деле. Потом здесь у нас... А, я не знаю, что это. Надо открыть. О, смотрите, здесь маленькие сашими. Но я их вам потом, наверное, покажу, потому что тут не очень хорошо будет понятно. Могу их выложить только сюда. Вот такие вот шашлычки вообще зашибенные. Выглядят, конечно, очень сочно. А еще мы купили дайкон, но я не понимаю, как мы будем его есть. А, у нас есть там форма какая-то. Короче, переложим дайкон в форму. А я продолжаю пока раскладывать все, что мы у нас есть. И самое главное, то просто ради чего мы здесь с вами все собрались. Кстати, не забывайте поставить лайк. Я не знаю, почему я об этом вспомнила, но почему бы не поставить лайк, если можно его поставить? Суши. Посмотрите на это великолепие. Суши. Суши. Собственно, сейчас мы все это будем есть. Я даже не знаю, с чего мне начать. Что ж, как-то так у меня проходит день в Японии. Обязательно смотрите мое видео, где я показываю вам, как я провожу свое время в Корее, потому что это будет не менее интересно. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я еще в Японии, поэтому вы можете увидеть много нового классного материала. Я ложусь спать, я ложусь спать. Всем пока.